Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будут покупочки в FixPrice. Вы не представляете, сколько у меня сейчас здесь покупочек? Много лежит, что они просто вываливаются даже с кровати. Пока я малого оставила маме, быстренько сейчас вам покажу, что у меня есть, и побегу за своим малышом. Итак, первое, я не буду говорить, что я покупаю в FixPrice туалетную бумагу. Я не буду об этом говорить, и вы об этом не узнаете. Ой, много всего я приобрела, на самом деле, для своего малыша, но давайте начнем с каких-то новогодних моментов, которые будут меня радовать. Это вот такие вот губки, звездочка, колокольчик и елочка! Елочка гори на Новый год! Мне показалось, что это очень будет интересно, потому что мне нравится что-нибудь себе менять к Новому году, и как раз-таки очень символично к Новому году поиметь вот такие губки. Всем рекомендую! Я думаю, что они точно так же эффективны, как и обычно. Дальше для своего малыша, и может быть, еще если к нам кто-то придет в гости, потому что впереди январские праздники, и мы все надеемся, что выпадет снег, мы будем лепить снежную бабу или снежного мужика. И вот что есть в FixPrice! Морковка! Морковка, пуговички, рот, усы, глаза! Да! Мне кажется, это так круто! И я на самом деле буду впервые лепить снеговика, и буду делать это с огромным удовольствием, потому что это я буду делать для своего малыша. Я хочу его порадовать, и я думаю, ему все это понравится, он будет так это трогать все, тыкать в глазки. Также у нас идет новогодняя тема. Я себе купила вот такой вот ароматизатор для дома, новогодний. Этот пахнет корицей, этот пахнет непонятно чем, а это какой-то фрукт. Вот давайте попробуем. Классно, если дома будет пахнуть корицей. Давайте я открою и затестю с вами. Ой, ух ты! Кстати, неплохой ароматизатор. Все ароматизаторы, которые у меня были, вот он здесь такой снеговичок, все ароматизаторы, которые у меня были, они уже все выдохлись, и как раз мне кажется, это очень актуально. Но скажу вам так, что... А с чего я взяла, что здесь корица? Простите, девочки. Нет, здесь не кори... А, ну нарисована корица, да. Но я не вижу, чтобы было написано корица. Я такая, я сама что вижу, то и говорю. Ну, как бы что думаю, то и говорю. То есть не обязательно это совпадает с тем, что я вижу. В общем, сейчас здесь очень пахнет какими-то сосательными конфетками, если честно. Корицы не чувствую. Но я думаю, что остальные тоже такие прикольные. Не буду сейчас их вытаскивать, потому что у меня вроде бы везде пахнет, во всех углах. И пока сохраню. А вот одну куда-нибудь прилеплю. Мне кажется, что должно в квартире пахнуть хорошо. И хорошо, что если пахнет все время как-то по-разному. Например, конфетками, корицы, еще чем-нибудь. К Новому году, если гости придут. Так приятно, так прикольно. Так, что я купила еще? Я купила вот такие наклейки для своего малыша новогодние. Я думаю, что мы с ним куда-нибудь налепим это все. И ему будет прикольно тыкать в это пальчиками. А свои племяшки я взяла вот такие вот. Всякие девчачьи. Здесь все розовое. Пони всякие. Девочки. В общем, она уже в том возрасте, когда ей будет прикольно вообще в свой блокнотик все лепить. У меня для малыша просто, чтобы он потыкал все это туда пальчиками. А девочка, она, я думаю, ей будет уже интересно. Здесь тоже такие интересные наклеечки. Мелкие и большие. И пусть рисует в своем супер-мега-крутом блокноте. Новом. В каком-нибудь. Я не взяла блокнот, но я думаю, у нее есть. Дальше мне много говорили. После того, как я сняла видео и говорила, что купила себе пахнущие пакеты. Все сказали, фикс прайсе тоже есть. Ванила, клубника или еще что-то. Конечно же, я взяла ванилу. Но мне показалось, что она пахнет более так вот прям ванильно. Более ярко, ярче всего. Поэтому я взяла ванильный пакет. И теперь у меня ванильный пакет из фикс прайса. Хотя у меня еще тени закончились. Ну, короче, классно. Дальше. Я заказала себе второй раз вот такую штуку. Потому что я хочу, чтобы две стояли. Сейчас я вам напомню, что это. Это такой фонарь-ночник. Он сделан в виде вот таких вот свечей. Работает от двух, по-моему, батарейок, если я не ошибаюсь. Да. От двух батарейок. Очень красиво. И я даже придумала еще, знаете, вставлять ее. Сейчас покажу. Не ее, а его. Вставлять вот в такой, который точно так же продается в фикс прайсе. И вы знаете, когда вечер, когда мы включаем вот этот наш ночничок и ставим вот так вот его. И он у меня так в полочке. Он очень классно освещает именно через вот эти решетки. Как будто такой ночник, знаете, но очень уютно в квартире. И я захотела два таких. Я хочу в одно место поставить, в другое место. И прям вот кажется, что эта свеча реально очень красивая. Даже без такой корзинки она тоже смотрится очень круто. Очень круто. Очень. Так залегает. И не видно. Хотя, хотя видно. В общем, у меня теперь таких два. Я безумно этому довольна. Поэтому, если вы такое встретите, не пожалеете. Денег купите. Я думаю, вам тоже понравится. Дальше. Смотрите, что я купила. Вот, кстати, к Новому году отлично будет. Какая-то такая заколочка. Точнее, не заколочка, а... Сейчас я вам скажу, покажу. В прошлом году, кстати, я снимала видео. И я была в такой вещи на видео. Я просто хотела посмотреть, насколько она интересно сделана. В общем, золотая такая штука. Золотая. Удевается она. Экспресс, я тебя люблю. Я тебя люблю. Ты делаешь мои видео веселыми. Короче, оно сломалось, порвалось. Оно плохо здесь было закреплено. Ну, вы знаете, не фатально. Я могу это сделать. Чуть-чуть раскрыть. Короче, ладно. Это долго будет. Вот так, смотрите. Вот. Так. Сзади идет у нас резиночка. Да? Слушайте, ну даже вот так очень красиво. А вообще, под эту резиночку вот так вот заворачиваются волосики наши. И я вот была такой гречанкой в прошлом году. В этом году гречанкой не буду, но очень красиво. Мне кажется, что какой-то образ придумать все-таки можно. И жалко. Здесь вот такие вот лапки. Вот такие лапки. Из этой лапки выпала силиконовая штука. В общем, вот такая приколюха. Новая. Еще я взяла вот такие стаканы. Мне очень понравились вообще вот эти серебряные стаканы. Там серебряные, золотые, в кружочек. И вот такие вот взяла атмосферные стаканы. Зимняя сказка. Может быть, кто-то не знает. Я дома делаю латте. И часто бывает, что я его беру с собой. И у меня есть уже крышечки. Под насобирала всяких разных крышечек. И можно кофе взять с собой. И мне будет очень приятно пить вот из таких стаканов. Ну, я просто не люблю растягивать. Я не люблю, знаете, сделал кофе, выпил. Я люблю его в дороге. Поэтому стаканы для меня очень актуальны. Тем более одноразовые. Потом я выкидываю все это. В общем, вот такие разные стаканы. И, кстати, Новый год, смотря где вы будете отмечать. Может, кто-то на природе. В Экспрессе есть стаканы одноразовых. Очень много классных и новогодних. И на праздники, и, в общем, на дни рождения. Вот мне это очень нравится. Еще бы крышки они сделали, такие одноразовые. Через которые можно пить. Также у меня мама попросила ободок. Говорит, стричь ободок, купи ободок. Вот я купила, малой сломала, один ободок. Но не из фикс-прайса. У нее был другой ободок. Вот я понесу сейчас ей его ободочек. Вот так вот. Ой. Короче. Она просто когда красится или умывается, ей ободок нужен. Вот такой вот ободок я взяла. Дальше. Я, наконец-таки, взяла сахарницу. Потому что у меня сахар есть два вида. У меня сахар есть, который рассыпной, и который есть кубиками. Мне кажется, в такую. Я уже долго, на самом деле, смотрела на эту сахарницу. Выбрала себе такой вот розово-персиковый цвет. Я хочу сюда именно не сыпучий положить, а именно кубиками, чтобы их было видно. Мне кажется, это классно. Так что теперь у меня есть повод ее купить. И я, наконец-таки, ее купила. До этого я только ходила, облизывалась и думаю, ну зачем она мне нужна? Ну зачем мне две сахарницы? У меня же есть одна. Поехали дальше. Дальше я купила для Малого вот такие интересные фломастеры. И мне, кстати, уже о них кто-то успел написать. Я говорю, я купила их уже. Да, это фломастеры, которыми ребенок сможет рисовать в ванне. У меня в ванне не кафель, но на самой ванне он может рисовать. И, в принципе, у меня такие там какие-то пластины непонятные, дешевые. Не знаю. В общем, я надеюсь, что по ним он тоже сможет рисовать. Здесь такие разные цвета, выдвигающиеся фломастеры. Вот так вот они выглядят. Я почему-то все время хочу разнообразить жизнь в ванне своего ребенка, чтобы она была веселая, интересная. Поэтому будем пробовать. Также я купила ему вот такие вот карандаши восковые, разноцветные. У меня есть восковые карандаши, но они серебряные, перламутровые, короче, какие-то. Я думаю, они не так будут красить, как эти. Но я дала своему ребенку успешно. Он начал их грызть. Он прямо отгрызает и жует. И я поняла, что не-не-не, ждем. Так что у меня теперь есть восковые карандаши, которые ждут моего дитя, пока он подрастет и перестанет все таскать в рот. Также я купила вот такую штуку и давала ему поиграть. Рисует, нравится ему. Мы уже потеряли ручку эту, где-то она валяется. Я не знаю где, один раз поиграли. В общем, я решила вам показать, что я решила вот такую купить. Единственное, что мне здесь не нравится, это то, что, вот знаете, мы отодвигаем. Она немножко заедает, жива. Ну, как назло, конечно же, когда я показываю, все прекрасно работает. Но вообще, когда порисовали-порисовали и начинаю, то двигается часть одна, а вторая где-то застревает. Вот. Вот как-то так. И туго идет. Вот. Но пока что я это все убирала сама малома. Он еще этого не делает, но, может быть, скоро точно будет делать. Еще для того, чтобы рисовать, я взяла малом вот такую доску. Их раньше не было. Они вот такие большие. Но мне кажется, что она будет использоваться мною. Почему? Потому что малой берет фломастер, открывает его и в рот, в рот, в рот все себе рисует, засовывает туда. И вообще, я ему дала фломастер, чтобы он там для Дедушки Мороза накалякал что-нибудь. Он, короче, накалякал все мне на кровати и везде. Поэтому детям в возрасте моего сына это один и два фломастеры противопоказаны. Потому что все будет в фломастерах. Я теперь не знаю, как выводить эти фломастические рисования его с постели. Кстати, вот что купила еще в Экспрессе. Слушай, я так люблю... Я вот сколько хожу в Экспрессе, я все время смотрю на вот эти штуки, которые закрывают глаза. Они то черные, золотистые, серебряные, белые. И, ну, наконец-таки, я увидела розовую и поняла, что, в принципе, знаете, мне есть для чего использовать ее. И я думаю, что вы увидите ее в использовании именно по назначению. Ну, не по назначению, в смысле спать, но тоже есть у нее назначение. Это убрать видимое что-либо. Хотя, вы знаете, вот здесь вот виднеется что-то. Надо, чтобы ничего не было видно. В общем, вот как-то так. В общем, прикольная штука. Розовая. Глядишь. Вот так я люблю, когда еще здесь торчи, знаете, что-то. Вот так вот. Что-то интересное такое, да? Давайте так и останемся. Мне нравится. И последнее, что я взяла для малого. Это, кстати, одна из моих зрительниц. Она сказала, что она такие штуки купила. Нет, надо немножко их... Как-то они торчат, да? Вот тут как-то так, вот так, вот так. Та-та-та-та-та-та. Вообще так. Так более-менее. Она сказала, что купила для своего малыша. И как-то собрала его в квадратик. Вот такую вещь. Кстати, 100 рублей всего стоит. А я помню, что в ТЦ для своего племянника покупала 600-700 рублей где-то. Причем одну из небольших взяла. Ну, даже может и такого размера. Представляете? Вот тут 100 рублей. А в общем, она сделала для малыша квадратик. И ему очень нравится крутить колесики. Мне понравилась эта идея, потому что мой малыш тоже любит крутить колесики всякие разные. Я думаю, дай возьму раз пакет, два пакета. В одном пакете колесики разноцветные, в другом пластины. Я думаю, что это вообще будет несложно сделать, еще наклейки какие-то. А, я понимаю, что она работает вообще не от батареек. А, я покупала в ТЦ, там было батарейки, то есть там нужно было засунуть батарейки, и оно все само крутится. А здесь механизм нужно просто привести в действие. Так все расставить, ты крутишь, и колесики крутятся. Слушайте, это тема, это мне очень нравится. Вот чем мы будем заниматься с малышом сегодня. Итак, на сегодня все покупочки мои закончены. Я надеюсь, что они были полезные и интересные. Мы с вами готовимся к Новому году. Я желаю всем прекрасно его провести, чтобы он был запоминающийся. А на самом деле не заморачивайтесь. Я вот смотрю, мы все время готовимся к этому Новому году. Готовимся. Столько всего. Пшик, и все, Новый год прошел. А 12 пробило, и все. А потом как-то, знаете, как будто конец. Что мы ждали, что ожидали, где оно? Что-то я упустила. А у кого-то может что-то случиться, кто-то позвонил или еще что-то. И вообще вот в этой суете быстро нам нужно всем стукнуться стаканами, еще что-то, короче, в этой суете. Бывает это, сам класс, мне кажется, вот надо попробовать. В 12 вот никуда не суетиться, ничего не успеет. Вот она бум-бум. А ты сидишь, вот как сидел полчаса назад, так и сидишь. И вот прям вот медитируя, войти в следующий год. В общем, я все равно вам желаю всем провести Новый год так, как вы хотите, чтобы у вас после этого не было ощущения такого, что что-то быстро пролетело, что-то я не понял, что произошло. чтобы вы все осознавали. Прощаюсь с вами до следующего видео и крепко-крепко вас целую. И знайте, что я вас очень сильно люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok